Три дня юные спортсмены боролись в Нижнем Новгороде за победу в первенстве области по русским шашкам. Турнир проходил по швейцарской системе, которая предполагает напряженную и интересную борьбу. Сравчанин Михаил Ковалев в финальной схватке на черно-белой доске уступил своему сопернику пол очка и занял второе место. После трех туров, час каждый, без перерывов, уже устал. Просто уже мозг засыпает, руки не тянутся, сплю. В свои 12,5 лет Миша уже кандидат в мастера спорта. И, конечно, в областных соревнованиях он намеревался победить, но его обыграл подопечный гроссмейстера Бурова. Михаил свое поражение списывает на недостаточную физическую подготовку. Во время дистанционки он мало двигался, потому было сложно выдерживать часовые туры. Его преподаватель говорит, что юноше не хватило эмоциональной выдержки. Я думаю, немножко сказалось недостаток психологической подготовки. Миша немножко испугался своего соперника, что вот он воспитанник гроссмейстера, а у него руководитель только кандидат в мастера спорта, и вот он немножко спасовал. Но я думаю, что в будущем мы победим. Вообще Олег Васенькин доволен результатами своих воспитанников. Из пяти его подопечных трое вошли в десятку сильнейших шашистов Нижегородской области. Выступили неплохо. Заняли 17-е, 13-е, 10-е, 5-е и второе место. Привезли серебряную медаль. Ребятки очень старались, соревновались все три дня. Было очень интересно. Ребята готовятся к новым соревнованиям. В феврале юных спортсменов приглашают в Москву на первенство среди воспитанников Дворцов пионеров. А в марте подопечные Олега Васенькина планируют побороться за победу в первенстве России. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Старов, 24.